Добрый вечер в эфире ТОК Ньюс в студии Яна Истраэлян. Мы расскажем самое главное за день в Грузии и в мире. Смогут ли завтра проголосовать на выборах те граждане Грузии, которые проживают за границей? Будет ли введен локдаун? И в каком состоянии находится экономика? Эти и другие вопросы обсуждал сегодня Координационный совет. Часть граждан Грузии, проживающих за рубежом, не сможет участвовать в парламентских выборах из-за ограничений, введенных для предотвращения COVID-19. Не смогут проголосовать те граждане Грузии, кто живет в Азербайджане, Греции и Испании. По словам премьер-министра Георгия Агахария, Грузия сделала все возможное, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав своих граждан. Мы сделали все для того, чтобы это конституционное право было исполнено. Но это суверенные страны, на суверенной территории которых решения или желания правительства Грузии, к сожалению, не действуют. Премьер-министр заявил, что если в стране будет введена изоляция, то точечная, но не системная. Министр финансов оценил сокращение экономики на 0,7% в сентябре как положительную тенденцию. Намного легче исполнить правила, по которым маску надо будет носить везде. Это самый маленький дискомфорт. Другие ограничения повредят экономики. Придется платить за это большую цену. Вести ограничения дорого обойдется. Мы выходим на пик, на верхнюю границу. В Грузию ввезена еще одна партия вакцины против гриппа, сказал глава Национального центра контроля заболеваний. По словам Амирана Гампрелидзе, еженедельный мониторинг показал, что вирус гриппа не циркулирует в стране. Но вакцина от него будет хорошей профилактикой, учитывая рост числа случаев заражения коронавирусов и вирусов гриппа, который ожидается со второй половины ноября. Гампрелидзе привел данные Института измерения здоровья, по которым 55% населения Грузии используют маски. Наша метрика, Институт измерения здоровья, сделал прогноз специально для Грузии. По их данным, показатель ношения масок 55%, а наша цель 95%. Поэтому не исключаем, что ношение маски станет обязательным правилом в любом месте. Выборы во время пандемии. Каковы специальные процедуры на день голосования? Это дистанция, маски, индивидуальные ручки. Наталья Немсадзе ознакомилась с ними детально. Завтра в Грузии пройдут парламентские выборы. В стране откроются 3 657 избирательных участков. Это один из участков Ды-Дубе, где смогут проголосовать зарегистрированные в этом районе избиратели. Из-за пандемии на участках введены новые правила. Например, по всей территории будут разметки для напоминания о двухметровой дистанции. Есть и другие правила, суть которых в том, чтобы защитить избирателей от инфицирования во время пандемии. Особенно тех, кого волнует эпидемиологическая ситуация. В таких условиях важно, кому избиратель доверит управление стороной и борьбу с эпидемией. В нынешних парламентских выборах важным стало не только обеспечение анонимности голосования, но и защита здоровья избирателей. Пандемия изменила и порядок голосования. Дистанция, дезобарьер, дезинфекция. Маски и индивидуальные пишущие ручки. Входить на избирательный участок можно только в маске. Тем, у кого ее не будет, выдадут маску на месте. Не надо будет проходить термосканирование при входе на участок. Это правило касается членов комиссии. Снимать маску придется дважды, на 10-15 секунд. Это нужно, чтобы идентифицировать избирателя. Эпидемиологи уверяют, что за 15 секунд заразиться практически невозможно. Не стоит бояться. Тем более, что все будут в масках. Лишь на 10 секунд придется два раза снять маску. Это не опасно. Будьте уверены, что учтена максимальная защита, чтобы процесс голосования и выборы не привели к росту показателей инфицирования. Для безопасности каждый избиратель получит одноразовую пишущую ручку для отметки в бюллетене. Кабина для голосования, в отличие от прошлых лет, будет закрыта шторами только по бокам. Это обеспечит циркуляцию воздуха в кабине. По рекомендации эпидемиологов, было бы желательно, чтобы шторы, которые обычно свисают спереди кабины, не были, чтобы исключить соприкосновение с ней. Раньше, когда избиратель заходил в кабину, для голосования ему приходилось отодвигать эту занавесь. Чтобы максимально защитить принцип анонимности, голосование кабина будет без передней шторы, но будет устроено таким образом, что открытая часть будет обращена к стене. Поэтому никто не увидит, кому отдал голос избиратель. Идти в магазин опаснее, чем на избирательный участок, говорит Паата Имнадзе. Один из ведущих эпидемиологов страны призывает граждан принять активное участие в выборах. С точки зрения защиты, на участках создано всё, что можно, как для членов комиссии, так и для избирателей. Так что, поверьте, в районный магазин заходить более рискованно, чем пойти на выборы. Шанса, что там инфекция перейдёт от человека к человеку, практически не существует. Переносной урной для голосования воспользуются 10 845 избирателей, находящихся в клиниках на самоизоляции или на карантине. Центральная избирательная комиссия утвердила списки таких избирателей. По данным ЦИК, урну получат почти 3700 человек, находящихся на самоизоляции. Всего же сегодня на самоизоляции находится более 29 тысяч человек. Это значит, что завтра 87% избирателей не проголосуют. В ЦИК говорят, что с просьбой предоставить переносную урну для голосования к ним обратились около 10 тысяч граждан, находящихся на самоизоляции. Ведомство несколько раз продлевало срок регистрации для таких избирателей. Последний раз он был завершён 18 00 27 октября. По мнению некоторых неправительственных организаций и оппозиционных партий, тот факт, что после 27 октября инфицированные и самоизолированные граждане будут лишены права голоса, противоречит Конституции. Сумма пожертвований партиям в предвыборный период составила 35,5 миллиона лари. Почти половина из них была переведена в правящие партии. Такие данные приводятся в отчёте Transparency International. В нём также говорится, что компании, аффилированные с лицами, пожертвовавшими правящей партией, к 1 октября 2020 года выиграли тендеры на сумму 47 миллионов лари. В этот же период они отчислили в пользу грузинской мечты почти полтора миллиона лари. Треть пожертвователей перечислили политическим партиям больше, чем средняя годовая зарплата в Грузии, которая составляет 11 тысяч лари. Отличились и мажоритарные депутаты. 7 из 30 мажоритариев грузинской мечты пожертвовали своей партией более миллиона лари. Не исключение и оппозиция. 15 мажоритариев пожертвовали единому национальному движению более полумиллиона лари. 23% пожертвований Альянсу патриотов принадлежит также мажоритариям. Наблюдается тенденция, что суммы станут выше, чем на прошлых выборах, потому что сумма самой грузинской мечты довольно высока. Добавились Лело и стратегия Агмашинебели, у которых достаточно крупные пожертвования. Общая сумма выросла, и в ней доля грузинской мечты уменьшилась. Но номинально пожертвования грузинской мечты достаточно высоки. Завтрашние парламентские выборы будут освещать 19 региональных СМИ. Из регионов будут включения и прямые эфиры. Самые важные события дня будут транслироваться из регионов непрерывно. Представители региональных средств массовой информации говорят о том, как важно освещать выборы. Они обещают вовремя предоставлять зрителям нужную и объективную информацию. Новости мира. 216 стран, 45 миллионов заболевших, более 1 миллиона скончавшихся. Так выглядит сегодня в цифрах пандемия. Каждый день в мире коронавирусом заболевает полмиллиона человек. Свободны от COVID-19 лишь несколько маленьких островных государств на планете. В Бельгии к врачам, борющимся с коронавирусом, скоро добавится 1500 психологов. Такое решение принял министр здравоохранения страны Франк Банденбург после того, как посетил несколько больниц. «Я был шокирован тем, какую невероятную работу проделывают наши врачи», – признался он. Напомню, Бельгия стала страной с самым высоким уровнем заражения коронавирусом в Евросоюзе. Основные очаги пандемии – города Брюссель, Антверпен и Львеж. Группа ученых из Швейцарии и Испании предупреждает. В Европе распространяется новый штамм, то есть новый подвид коронавируса. Генная мутация, предположительно, произошла в июне в Испании. Там она впервые была обнаружена у фермеров. Мутировавший вирус отличается от того, который гулял по миру весной. По данным исследователей, 50% новых случаев заболевания в Европе вызваны новым штаммом. Пока неизвестно, является или нет новая мутация более опасной для человека. В США, которые больше всех пострадали от COVID-19, пандемия привела к тому, что впервые в истории люди стали массово голосовать в досрочном порядке. На предстоящих 3 ноября президентских выборов уже 50 миллионов человек проголосовали досрочно по почте. На сегодня это были все новости. Слушайте нас в прямом эфире на ТОК-ТВ каждый будний день. Всем вечера, хороших новостей и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин